Они радостно обнимаются, ведь долго не виделись со своим тренером. Когда они только вошли в бассейн, и я их увидела, я была уверена, что они станут будущими звездами, потому что они были высокими для своего возраста, худыми, с красивой осанкой и фигурой. Влада и Марина бежали из Харькова, долго жили в Киеве, но затем вернулись в родной город. Сестры, завоевавшие бронзу в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, являются одними из фавориток следующих игр. Но украинские водники тренируются, в отличие от других участников игр, в постоянном стрессе. Иногда во время воздушных тревог мы немного беспокоимся о том, что происходит. Это приграничный город, поэтому находиться здесь небезопасно. Мы читаем новости, и когда видим, что все в порядке, продолжаем тренировки. Если существует опасность, мы, конечно, идем в укрытие. Марина и Владислава Алексеевы отдыхают в свой единственный день, свободный от строгой программы тренировок. Рассказывают о непростых условиях, в которых живут украинские спортсмены. Мы немного волнуемся. Некоторые считают, что будут отключения электричества. Мы опасаемся, что будут обстрелы. Будет холодно. Зимой прошлого года происходило много обстрелов. Посмотрим, что будет. Но пока мы останемся в Харькове. Даже интервью с сестрами-плавчихами прерывает сигнал воздушной тревоги. Это обычная ситуация. Каждый день может быть по пять или шесть раз. Ночью так же. Это нормально. Украинские синхронисты Марина и Владислава Алексеевы много лет готовились к Парижу-24. Их спорткомплекс в Харькове оккупанты обстреляли ракетами типа С-300. Как и много других спортивных сооружений по всей Украине. Бассейн долго приводили в порядок. У нас было попадание в наш бассейн. Не было окон и до сих пор нет. Как-то залатали ДСП. Но внутри бассейна все цело. Вода теплая. В данных обстоятельствах сестрам трудно понять, как некоторые спортивные федерации и МОК могут даже гипотетически рассматривать участие в Олимпийских играх стран, поддержавших войну. Наша Международная Федерация запретила приезжать российским и белорусским спортсменам. Это командный вид спорта. И на Олимпийских играх они дисквалифицированы из всех командных видов спорта. Со сборной России мы не встречались с начала войны. И надеемся, что мы их и не увидим.